Многие люди не знают, что нет необходимости есть мясо. Мифы о пользе мяса и его обязательном употреблении затуманило разум многих людей. Я приведу чистые факты и только правду о мясе, и насколько оно вредно для нашего организма и все мифы о том, что мясо необходимо для человека, развеется само собой. За последние 50 лет известные специалисты в области здравоохранения, диетологи и биохимики обнаружили убедительные свидетельства. Для того, чтобы оставаться здоровым, совершенно не обязательно есть мясо, даже напротив, диета, приемлемая для хищников, способна нанести вред человеку. Люди питаются мясом со времен ледникового периода. Именно тогда, как утверждают антропологи, человек отошел от растительной диеты и стал употреблять мясо. В его рационе появилась икра, щуки, мясо, рыба и прочее. Этот обычай сохранился и до наших дней, в силу необходимости, привычки или условий жизни. Но чаще всего, причина – просто непонимание. Увы, вегетарианство редко становится образом жизни. Поэтому давайте оставим пока в стороне духовный аспект вегетарианства. Об этом можно создавать многотомные труды. Остановимся на чисто практических, так сказать, светских доводах в пользу отказа от мяса. Обсудим сначала так называемый миф о белках. Речь вот о чем. Одна из основных причин, по которым большинство людей сторонится вегетарианство. Боязнь вызвать в организме дефицит белков. Как можно получить все необходимые качественные белки, питаясь исключительно растительными продуктами? Вопрошают такие люди. Прежде чем ответить на этот вопрос, не лишний вспомнить, что такое, собственно, белок. В 1838 году голландский химик Ян Мюльчер получил вещество, содержащее азот, углерод, водород, кислород и в меньших количествах, другие химические элементы. Это соединение, лежащее в основе всего живого на Земле, ученый назвал первостепенной. В последствии была доказана действительная незаменимость белка, для выживания любого организма должно потребляться определенное его количество. Как оказалось, причина этого – аминокислоты, первоисточники жизни, из которых образуются белки. Всего известно 22 аминокислоты, 8 из которых считаются основными. Они не вырабатываются организмом и должны потребляться вместе с пищей. Вот эти 8 аминокислот – лицин, изолицин, вален, лизин, трипофан, трианин, метионин, фенилаланин – все они должны входить в соответствующих пропорциях в сбалансированный питательный рацион. До середины 1950-х годов мясо рассматривалось как наилучший источник белков, ведь в него входят все 8 основных аминокислот, причем как раз в нужных пропорциях. Однако сегодня специалисты в области питания пришли к выводу, что растительная пища в качестве источника белков не только не хуже мяса, но даже и превосходит его. В составе растений также имеется все 8 аминокислот. Растения обладают способностью синтезировать аминокислоты из воздуха, почвы и воды, но животные могут получать белки только через растения, либо поедая их, либо поедая животных, питавшихся растениями и усвоивших все их питательные вещества. Стало быть, у человека есть выбор – получать их напрямую через растения или обходным путем, ценой больших экономических и ресурсных издержек, из мяса животных. Таким образом, мясо не содержит никаких аминокислот кроме тех, которые животные получают из растений, и сам человек может получать их из растений. Более того, растительная пища имеет еще одно важное преимущество – вместе с аминокислотами вы получаете вещества, необходимые для наиболее полного усвоения белков, углеводы, витамины, микроэлементы, гормоны, хлорофилл и т.д. В 1954 году группа ученых Гарвардского университета провела исследование и установила, если человек одновременно потребляет овощи, крупы, он с лихвой покрывает ежедневную норму белка. Они заключили, что весьма затруднительно, придерживаясь разнообразной вегетарианской диеты, не превысить этот показатель. Несколько позднее, в 1972 году, доктор Стиар провел собственное исследование потребления белков вегетарианцами. Результаты оказались потрясающими, большинство испытуемых получили свыше двух норм белка. Так был развенчан миф о белках. А теперь обратимся к следующему аспекту обсуждаемой нами проблемы. Современная медицина подтверждает, ми соединение таит в себе множество опасностей. Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания приобретают масштабы эпидемий в странах, где высок показатель среднедушевого потребления мяса, в то время как там, где этот показатель низок, такие заболевания чрезвычайно редки. Ролл Рассел в своей книге о причинах заболевания раком пишет. Я обнаружил, что из 25 стран, жители которых питаются преимущественно мясной пищей, в 19 очень высок процент заболевания раком, и лишь в одной стране он относительно низок. В то же время из 35 стран, жители которых употребляют мясо в ограниченном количестве или не едят его совсем, нет ни одной, в которой процент заболевания раком был бы высоким. В журнале Американской ассоциации врачей за 1961 год сказано переход на вегетарианскую диету в 90-97% случаев предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Когда забивается животное, продукты его жизнедеятельности прекращают выводиться его кровеносной системой и остаются законсервированными в мертвом теле. Мясоэды, таким образом, поглощают ядовитые вещества, которые у живого животного покидают тело вместе с мочой. Доктор Ауин парит своей работе «Почему я не ем мясо» заметил, когда варят мясо, вредные вещества появляются в составе бульона, в результате чего тот своим химическим составом практически идентичен моче. В индустриальных державах с интенсивным типом развития сельского хозяйства мясо обогащается множеством вредоносных веществ, ДДТ, мышьякон, используется как стимулятор роста, сульфатом натрия, используется для придания мясу свежего, кровавого-красного оттенка, ДЕС, синтетическим гормонам, известный канцероген. Вообще мясопродукты содержат множество канцерогенов и даже метастазогенов. Например, всего в 2 фунтах жареного мяса заключается столько же бензопирена, сколько содержится в 600 сигаретах. Уменьшая потребление холестерина, мы одновременно снижаем шансы накопления жира, а значит, и риск гибели от сердечного приступа или апоплексического удара. Такое явление, как атеросклероз, для вегетарианца, совершенно отвлеченное понятие. Согласно британской энциклопедии, белки, получаемые из орехов и зерновых продуктов считаются относительно чистыми в противоположность тем, что заключены в говядине, они содержат около 68% загрязненного жидкостного компонента. Эти нечистоты оказывают губительное воздействие не только на сердце, но и на организм в целом. Человеческое тело – сложнейшая машина. И, как и для всякой машины, одно горючее подходит ему больше, чем другое. Исследования свидетельствуют, что мясо – крайне неэффективный бензин для данной машины, за использование которого приходится платить дорогой ценой. Скажем, эскимосы, в основном питающиеся рыбой и мясом, очень быстро стареют. Средняя продолжительность их жизни едва превосходит 30 лет. Киргизы в свое время также питались преимущественно мясом и тоже жили дольше 40 лет чрезвычайно редко. С другой стороны, существуют племена, такие, как хунза, живущие в Гималаях, или религиозные группы, у которых средняя продолжительность жизни колеблется между 100 и 120 годами. Ученые убеждены, именно вегетарианство – причина их отменного здоровья. Индейцы майя сытоканы и минские племена семитской группы тоже славятся отличным здоровьем, опять таки благодаря вегетарианской диете. И в заключение хочется подчеркнуть еще вот что. Потребляя в пищу мясо, человек, как правило, упрятывает его под кетчупы, соусы и подливы. Он обрабатывает и видоизменяет его множеством разных способов – жарит, варит, тушит и так далее. Для чего все это? Почему бы, подобно хищникам, не есть мясо сырое? Многие диетологи, биологи и физиологи убедительно продемонстрировали – люди не плотоядны от природы. Именно поэтому они так старательные виды изменяют нехарактерную для себя пищу. Физиологически люди стоят куда ближе к растительноядным животным, таким как обезьяны, слоны, лошади и коровы, чем к плотоядным, типа собак, тигров и леопардов. Скажем, хищники никогда не потеют. У них теплообмен происходит посредством регуляторов частоты дыхания и высунутого языка. Животные же вегетарианцы обладают для этой цели потными железами, через которые тело покидает различные вредные вещества. У хищников длинные и острые зубы. Для того, чтобы удерживать и убивать добычу, у травоядных, и у человека, короткие зубы и нет когтей. Слюна хищников не содержит амилазы и потому не способна к предварительному расщеплению крахмалов. Железы плотоядных животных вырабатывают большое количество соляной кислоты для переваривания костей. Хищники лакают жидкость, как, например, кошка, травоядный ежа, и человек, втягивают ее сквозь зубы. Таких иллюстраций можно привести множество, и каждая из них свидетельствует, человеческий организм соответствует вегетарианской модели. Чисто физиологически люди не приспособлены к мясному рациону. Продолжение следует...